Добрый день! Сегодня мы с вами познакомимся со сборником, который называется Eloise Welkin Stories. Данный сборник небольшого формата, он около 20 сантиметров в высоту. Обложка у него твердая, страницы мелованные. Всего в сборнике 209 страниц. Истории, которые содержатся в данном сборнике, были написаны совершенно различными авторами. Объединены они тем, что проиллюстрированы были художником Eloise Welkin, которая родилась в начале 20 века. Многие книги, проиллюстрированные ей, стали классикой детской литературы. Начала нарисовать еще в 11 лет. Также была дизайнером кукол. И рисунки этих кукол вы можете увидеть на страницах данной книги. Данная книга входит в известную серию Little Golden Books. Это указано на обложке Little Golden Book Connection. Если вы слышали, то данная серия начала публиковаться еще в 1942 году. Ее основателем был Джордж Дуплекс. В данной линейке книг публиковались самые востребованные на тот момент детские истории. Посмотрите, я вам показываю страницы, как они как будто бы позолочены. Каждая страничка с краешку и также сверху. Именно так обозначались книжки, которые входят в состав Little Golden Book Collection. Всего в этой книге стихов и историй 11. История отличается своей неспешностью, спокойствием, каким-то особенным взглядом на раннее детство. В этих историях нет множества фантастичных героев, как во многих современных изданиях. А в главной роли выступают простые мальчики и девочки с совершенно земными заботами. Погулять, покушать, помочь маме. Давайте посмотрим на некоторые истории более подробно из данного сборника. Например, первая история в сборнике называется «Биззи Тимми». Написанная на Кэтрин и Байрин Джексон. Это история о маленьком мальчике и о том, чем он занимается в течение дня. Как вы видите, история совсем простая, буквально по одному короткому предложению на страницу. Вот мальчик играет в песок, катается на лошадке игрушечной, возвращается домой после прогулки, переодевается, принимает ванну, собирается кушать. Вот он кушает его ужин и ложится спать. Все слова из этой истории, они очень жизненные, можно использовать каждый день со своим малышом. Следующая история в данном сборнике называется «Guess who lives here?». Это история-загадка. Очень интересно она построена. Вообще история рассказывает о людях, живущих вот в этом доме, и каким образом она построена. На одной страничке вам дается описание. Например, это тот, кто живет в этом доме, носит зеленый комбинезон, кофту в полосочку, велосипед и любит строить из кубиков. Угадай, кто это? И на следующей странице вам дается ответ. Например, это мальчик Терри. Дальше идет следующее описание, и опять возникает вопрос. Угадай, кто это? И на следующей странице оказывается, что это мама Терри. Вся история построена именно таким образом. Папа Терри, затем маленькая сестренка, даже об их собачке говорится, об их домашних питомцах, о мышке, которая живет в подвале их дома. Поэтому очень интересно познакомиться с такой историей со своим ребенком. Можно потом, например, читать описание, саму загадку, а ребенок будет вспоминать, о чем идет речь. Также говорится о дождике, о солнышке. Лексика тоже очень интересная. Подойдет деткам как с начальным уровнем языка, так и дети с уровнем уже повыше смогут найти для себя интересные слова и выражения. Следующий рассказ называется «My little golden book about Gant». Данная история, как вы уже догадались, рассказывает детям о Боге, о чудесах, которые творит Бог, как Он создал землю, как Он создает какие-то явления природы. Очень интересно отметить то, что в современных изданиях редко, крайне редко включены истории религиозной направленности. А здесь очень простыми словами рассказывается детям о Боге. И, на мой взгляд, очень здорово познакомиться с такой историей со своим ребенком. Следующая история называется «Wonders of nature» – чудеса природы. Рассказывает она о различных природных явлениях, о растениях, о птичках, о животных. Данная история уже подойдет детям с более высоким уровнем языка, потому что здесь использована более сложная лексика. И если у ребенка только начальный уровень языка, вы только начали заниматься, то эту историю можно отложить и стремиться к ее прочтению чуть позже. В данном сборнике также даны несколько коротеньких стихов. Они тоже на жизненные тематики, про дождь, про качель, про ветреную ночь. Их тоже можно подучить и рассказывать вместе с волшом. Следующая история называется «We help mommy», написанная от Джин Кашмин. Примечательно, что эта история немного отсылает нас к реалиям жизни предыдущих два поколения, когда жена, мама была ответственна за всю работу по дому. Муж приходил домой очень поздно, чтобы только укрыть малышей одеялком перед сном. Здесь вы встретите множество повседневной лексики для пополнения вокабуляра вашего и вашего ребенка. Следующие три истории в данном сборнике, они объединены тем, что их написал один автор. Это сестра иллюстратора, зовут ее Эстер Уэлкин. Это три истории о малышах, две из которых рифмованные. Первая история рассказывает о том, что слышит ребенок в течение дня. И удивительная черта данной истории, это то, что даны звуки, которые издают предметы. Например, когда едет паровозик, он издает звук «кликити-клак», «кликити-клак». Или машина едет по дороге и гудит «пип-пип». Даны звуки животных также. Здесь, например, сравнивается то, что пчелка издает звук «бззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз А когда кто-то звонит в дверь, звоночек издает звук тин-дам, тин-дам. Вот такие звуки слышат малыш в течение дня. Затем можно практиковать эти звуки уже в реальных ситуациях в течение ваших будних дней. Следующая история называется Baby Dear. Это великолепная история. Здорово ее почитать с маленькими девочками особенно. Она рассказывает о семье, в которых появляется второй ребенок, малыш. И вот маленькая девочка, первый ребенок, она заботится о своей куколке так же, как мама заботится о настоящем малыше. Вот они вместе укладывают деток спать, вместе записывают дневник, новые достижения, поют песенки. И затем в конце истории мама говорит, что когда доченька немного подрастет, она сможет так же заботиться и о своей маленькой сестричке-малышке. И следующая история называется Baby Locks. Она построена по тому же типу, как Baby Lessons. Только здесь говорится не о том, что ребенок слышал в течение дня, а о том, что он видит в течение дня. Тоже упоминаются самые знакомые детям предметы. Почелька, котенок, о том, что можно увидеть на прогулках, что можно увидеть за окном, на кухне или в ванной комнате. И в конце истории рассказывают о том, что можно увидеть в спальне. Еще парочка стежков небольших. Тут про закаты, про маленького мальчика. Вообще, как вы уже заметили, иллюстрации Мэллоу из Уэлкина не очень мягкие, размеренные, как будто бы неторопливые. Такие милые иллюстрации зачастую нравятся девочкам. Вы можете удивиться, но многим мальчикам, обладателям данного сборника, иллюстрации пришлись по душе. И книга стала одной из любимых. Данный сборник подойдет малышам. Уже даже от полутора лет совсем простые истории можно читать. Только когда ваш ребенок уже начинает слушать книжечки. И можно начинать с самым начальным уровнем языка. И вместе с книжечкой развиваться. И переходить к более сложным рассказам. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok